так всем привет запись пошла в этом видео я буду удалять краску тестировать вот этот удалитель авто эмали это у нас белая ночь у вас буханка не устаю это повторять сколько тут надо работы проделать это вообще так немножко стряхнем аккуратненько со снятой крышкой у нас здесь с вами колечко дергаем за него я приготовил емкость запах сплети на кино и телевидение так как густовато главное ее нигде не пролить закрываем крышечку крышечка без уплотнительного колечка тем не менее будьте внимательны берем я взял старую кисточку и наносим на красочку самое сложное здесь места это непосредственно вот эти вот стыки и углы потому что ну не могу я здесь не щетками ничем пройтись вот наносим наносим вот начало работать сушите я думаю ну как я думаю короче я хотел но я забыл что подобное устройство есть и она достаточно стабильная ой она достаточно бюджетное так скажем решение чем эти всякие полировочные круги и так далее надо было сразу это взять и краску просто смыть сейчас есть уже сейчас дальше будем смывать я не знаю что это за химия поэтому очень аккуратно с одежды вот все эти углы всю эту ступеньку я буду перекрашивать поэтому вот это все необходимо просто краску снять для того чтобы может потребуется еще дополнительная обработка преобразователем ржавчину потому что металл не ахти самое главное это уголки эти пройтись но она как шпаклевка такая густовато и самое главное что она не течет то есть можно где-то локальную точку краску снять для того чтобы где-то что-то обработать где-то что-то подготовить вот здесь вот я буду полностью перекрашивать поэтому я мажу все поверхности а ухты она до грунта сходит интерес так грунт она не трогает она снимает краска вот здесь вот я вижу что и грунт это нет ну тут может его и нет еще вот с этой стороны надо будет пройтись тут уже закончилась подольем потому что вот здесь вот мне тоже поверхность не нравится и кстати вот здесь вот уже идет у нас raptor красочка термоядерная до металла пытается дату походу не один раз придется наверно подсушить потом щеточкой все это дело снять вроде не ждется так краска вот сходит ну-ка щеточкой вообще все хорошо где бы я вот этот уголка сделал посмотрите и все и сразу видно и ржавчину и все ну отлично вообще хорошо это 7 мазать и мазать надо но работает видите поверхность остается такой же как было то есть загрунтовал покрасил и все ну и заодно вот эти вот вещи можно обработать особенно на скрытых полостях для в местах где сложности есть какие-то чтоб поверхность не повредить да вот сейчас скрывается смотрите здесь хоп ржавчина падение он чем больше скрою от этих очагов удалю тем лучше да вот осталась коррозия на нижней полке здесь от краски здесь вообще много можно рекомендовать может более жесткий есть какой-нибудь эффективный так хочу тут написано назначению для ним эмалий а также различных раз покрытия с металлических бетонных и кирпичных поверхностей очистить поверхность изолировать все места в которые не должна попадать смывка скрыть зоны проводку резиновую изделие нанести смазку равномерным слоем толщиной до одного миллиметра а еще надо выдержать его 10-15 минут рекомендованное общее время воздействия 20 до 60 минут потом промыть раствором а лт чуть такое 602 ну короче понятно я сильно быстро захотел надо оставить подождать и она сама отвалится в общем если что-то новое будет я уж поделюсь а а тогда она жгется надо в перчатках работать ну я как обычно руками ну в перчаточках и соответственно подождать и результат на лице тут у нас почти вся краска слезла я потихоньку добавлял чтобы все места хорошо обработались и слезла везде краска самые плохие места в которых краска затруднена ее снятие непосредственно даже этим раствором который вот наверху у нас фигурирует это опять-таки не реклама если чего куплено за свои деньги а вот державчину очень долго приходилось снимать здесь я смотрю уже металл все еще накидываю преобразователь единственно что эти все равно есть места где сейчас я беру преобразователь для ржавчина и мы с вами эту часть ролика опубликуем и здесь и там тоже чтобы это было показательное для меня в принципе я проще мне потом искать материал где это было как это было что в итоге сделалось так с этой стороны проходим преобразователем кстати вот эти вот по рожек и ту же так из недостатков этой смеси хочу отметить то что во первых вот на это все ушло примерно раз 10 то есть я снял один раз а еще за кадром я подходил и подмазал так очень плохо снимается с ржавчины очень долго сохнет и самое важное работайте в перчатках разъедает кожу у меня на руках не видно но шмотки пришлось застирать потому что вот эта вот краска даже которого час летела да вот она вот здесь вот например находится в некоторых местах еще осталось она с раствором она не сухая то есть он еще не высох вот видно пятна вот это мокрое вот это уже вот такой белое сухой вот это мокрое вот это вот сухое короче вот это сухое вот это мокрое короче суть такая если вот этот раствор оставить на руках он начинает через какое-то время сжечься поэтому в перчатках не самое главное добраться до ржавчины я предупредил да в принципе с любой химию надо а еще знаете что я обнаружил что вот это вот раствор если ржавчины небольшой слой он может и ржавчину растворить очень интересно но вообще лучший эффект конечно достигается непосредственно каким-нибудь хорошим преобразовательным вот это вот неплохой я ему 48 оценку дал это по своей системе по своей бальной пятибалльной системе изначально было 10 баллов я где-то в статье это описывал почему я снизил до пяти потому что плюс-минус они все одинаковые но это вкратце ну и сейчас необходимо просто подождать самое интересное я не могу понять чем он снимается он не смывается спиртом как вариант попробовать мыльным раствором ну я непосредственно говорю про удалитель автоэмали но если вы знаете lt602 218 что это такое вот и надо его промывать то есть он растворителем обычно не смывается я попробовал не смывается на кисточку я замочил в нем очень долго над макала очень долго он чем-то напоминает грунт даже вот я вот смотрю вот так преобразователь то я накидал а он не везде то работает я надеюсь он все равно эту фигню растворит и под нее как-нибудь заберется а ну да и на вертикальных поверхностях сейчас вам покажу чтоб у меня получил ну вот смотрите вот например это raptor у нас снизу база и давайте посмотрим вот если обратите внимание вот видите коррозия а вот здесь вот у коррозии нет тут металл гладкий то есть вот это вот все под пленкой краской она вот именно коррозия на ползет вот то что я сейчас провел вот в этом месте удалителем краски соответственно краска где-то у нас слетает вот видите даже базу видно а вот под базы вот вот в этих местах например raptor база и под базы не видно в некоторых местах даже грунта то есть в некоторых местах я его нахожу в некоторых нет это ладно но проблема заключается в том что вот коррозия вот она вот она и вот тут вот уже рядом видите ее нет и там металл блестящий и вот здесь вот металл блестящий а здесь мутный может быть конечно так влияет на коррозию сам вот этот удалитель краски но мне кажется тут два в одном и краски удалитель так влияет и сама коррозия она вот из этих маленьких кусочков ползет и вот это как раз пленочка это вот ее начальное пути следствия а вот здесь говорит о том что она сюда еще не перешла вот здесь краска вспучила тут у меня внизу еще больше вот здесь вот тут прям большие ну вот здесь вот кстати металл блестящий здесь вообще сухо вот видите с первого раза она не работает вот где-то работает где-то нет короче берем этот материал ну именно для съемок краски берем и начинаем не просто мазать а его как бы впитывать туда и таким образом он лучше у нас получается проникает вот это я потом буду наждачкой не вот этих глубокие буду диском снимать а вот это вот наждачкой поверхности подготовлю и глубокие буду непосредственно коррозия где очаги снимать непосредственно чашкой еще прошелся вниз по шву но здесь все получше соответственно мне надо чтобы преобразователь смог проникнуть отработать свое дело а мне потом проще было это все просто загрунтовать и подкрасить ну вот здесь вот тоже видно блестящие и вот здесь вот у вас этого края идет помутнее а вот здесь вот прям идет даже со ржавчиной блестяще это говорит о том что ржавчина проникла у нас вниз не сильно глубоко вернее в материал вот таким вот образом очаги я удалю в общем штука рабочая но ожидать что за один присест вы все это дело снимите и подготовите не стоит тут придется 23 5 раз 10 раз в зависимости от сложности места тем более здесь у нас вертикальная поверхность на горизонтальный проще в общем как то так